Короче, опять много глупых разговоров о том, что Джаред Лето как-то не так сыграл Джокера. Идиоты. Джаред Лето это самый лучший Джокер за всю историю экранизации Бэтмена. Ведь смотрите, ну кто вот у него были его соперники? Джек Николсон. Джек Николсон просто шут, но он просто играл Джека Николсона. Хит Леджер играл тоже просто Хита Леджера. Какой-то старый хер из старых фильмов Бэтмена, да всем плевать. Джаред, он играл Джокера из комиксов. Это Джокер, который сошел со страницы, это Джозеф Хер. Настоящее имя Джокера, если кто не знает. Он играл самого искреннего Джокера. Он проникся этой историей. Джаред же талантливый актер. Джаред играл убийцу Джона Леннона. Он играл трансвеститы из Даллского клуба наркотиков, или как он там назывался. Джаред, он музыкант в первую очередь, очень хороший. Между прочим, 30 Second to Mars это самая успешная голливудская рок-группа. И она собирает целые стадионы. А вот скажите, может кто-то из вас собирает целые стадионы? Я так не думаю. Джаред, помимо всего прочего, рос в очень сложной семейной ситуации. Его мама не обращала на него никакого внимания. Это же ужас, это же шок. Джаред, он всю жизнь пытался с самых низов выбиться, чтобы наконец сыграть этого Джокера. И вообще, вот отряд самоубийц, там на самом деле 20 минут Джареда вырезали. То есть, если бы эти 20 минут показали, то вы поняли, что Джаред это не просто самый лучший Джокер в экранизациях. Это, наверное, пожалуй, вообще самый лучший Джокер, когда-либо написанный для какого-либо художественного произведения. Джаред это гений, он герой. Он герой. Он знал, какая будет эта трудная роль. Он знал, как к Джокеру относятся в нашем обществе. Джокер это серьезный культурный феномен. Это в каком-то смысле исторический персонаж. Вот как есть храброе сердце у шотландцев, так же и Джокер сейчас. Джокер это, можно сказать, даже в каком-то смысле религиозный персонаж. То есть, эта роль, я не хочу сказать, что эта роль наравне с Иисусом Христом, веруны. Эта роль, но она очень близко к Иисусу Христу. И Джаред, он не испугался. Джаред, несмотря на всю критику, все равно сыграл этого Джокера. И, между прочим, сделал он это лучше всех. Поэтому все возгласы о том, что Джаред Лето плохой актер, это ерунда. Это вы, веруны, вы ничего не понимаете в Джареде Лето. Джаред Лето это самый лучший Джокер за всю историю экранизации Бэтмена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok